только что убежал бы рак тарчик и твари или как это не выйдет бежать ты хочешь о чем-то поговорить я общаюсь на тему политики истории и войны если тебя не подходят эти темы то ты пойдешь незаконное свержение власти украины в каком году не было никакого свержения власти ты немножко наверно падай если не было свержение власти соответствует следующий вопрос является глупым потому что если не было свержения власти соответствие нельзя задать вопрос на основании чего было свержение потому что его не было я без понятия что у него на уме было почему он оказался в крему из киева оказался я без понятия почему он из киева оказался в харькове потом оказался где-то под донецком потом после этого оказался где-то в крему а потом оказался в ростове он же вольный человек он может уезжать куда хочет он подписал он подписал 21 февраля договор о переходе на парламентско-президентский и о досрочных перевыборах подписал. Потом уехал в Харьков, потом уехал в Донецк, потом уехал в Симферополе, если не ошибаюсь, а потом уехал в Ростов. Он вольный человек. Он подписал документы и уехал зачем-то. Хотя мог пойти и снова на выборы. Что-то случилось. А кто решил, что он сам устранился? Законодательный орган выдал закон о том, что президент самоустранился. Единственный законодательный орган, который тогда функционировал, это была Верховная Рада. Верховная Рада, где было большинство. Это партия Виктора Федора Ченуковича. То есть его же партия, его же, собственно говоря, люди постановили, что он самоустранился, так как он 22 февраля записал обращение в Харькове и о том, что он отказывается от своих обязательств. Покажи мне это обращение. Сейчас. С удовольствием. Только не убегай, как обычно, россияне делают. Вот видосик. Вот Янек. Решение, которое они сейчас принимают, они все противозаконные. И они должны об этом слышать, слышать от меня. Я ничего подписывать не буду с бандитами, которые сегодня реализируют всю страну в украинский народ. Единственный документ, который он после этого должен был подписать, это закон, выданный Верховной Радой. Согласно Конституции Украины, статья 106, это статья 106, собственно говоря, президент Украины имеет право не подписывать документ, если он накладывает на это а, либо вета, либо пишет, как это в простонародье называется «объяснительную», то есть отправляет на доработку. Вместо того, чтобы соблюсти порядок действий, которые прописаны Конституцией, он просто обращается к народу с заявлением «я просто ничего подписывать не буду». Это является неконституционное решение. И в соответствии с этим Верховная Рада, как законодательный орган, постановляет документом, на что имеет полное право, так как это закон, а единственный орган власти, который имеет право выдавать закон, это действительно Верховная Рада, он постановляет, что президент отказался от своих обязательств. То есть, по сути, он буквально процитировал его слова «самоустранение от конституционных своих обязательств». И согласно договору, подписанному 21 февраля, и согласно закону, который был выдан 21 февраля, которым проголосовало большинство, то есть 300 голосов необходимых, был произведен переход на парламентско-президентский, и в соответствии с этим назначен исполняющим обязанности спикер во время действующего президента, так как президента никто не отстранял. Он до окончания, собственно говоря, выбора и прихода на пост нового президента Порошенко оставался президентом. А то, что он уехал в Ростов через маршрут, который я тебе описал, ну как бы флаг ему в руки. Что, его ж никто ж не останавливал. Допустим. Ну-ну. А кто после него должен был занять его место? Я ж только что сказал. В парламентско-президентском теперь управление спикер, спикером был на тот момент Турчинов. Да ладно. Прикинь. Хорошо. Так. Получается, что никакого расследования не было, просто так... Расследование по поводу чему? То, что он там устранился, должно быть какое-то там расследование. не должно быть. Как это нет? Расследование должно быть в случае процедуры импичмента. И импичмент это законное отстранение от... отстранение президента всего, скажем так, должности. А импичмента не было. Если бы была процедура импичмента, то сначала проходит несколько месяцев этой всей процедуры, постановление конституционного суда. Есть закон об импичменте, можешь загуглить, почитать там несколько страниц, долго читать. Но если вкратце, то это постановление конституционного суда, расследование, ты все правильно говоришь, но процедуры импичмента не было, так как никто его не отстранял. Просто подтвердили, просто он сказал, что я не буду ничего подписывать. Это является неконституционное заявление от президента, потому что действия президента согласно конституции должны соответствовать конституции и законом. Ни в одном законе, ни в одной статье Конституции не прописано, что он может просто записать видео и сказать «Я не хочу». Ну, извини меня, ты президент. Что значит «хочешь, ты не хочешь». Это не наши проблемы. Есть процедура, при которой ты имеешь право это не делать. То есть должен наложить вето как президент, а ты имеешь право накладывать вето. Но ты этого не делаешь. Ты должен написать объяснительную со всей процедуры, подписать ее, отправить Верховную Раду на доработку данного закона. Но ты этого не делаешь. Ты просто заявляешь я ничего не буду подписывать ты кто такой-то обычный так не было отстранения не боюсь мы с тобой говорили об этом полчаса назад не было отстранения это запутался должно быть какой-то я не знаю расследование нет расследование должно быть если было бы отстранение вот давай приведем пример вот у вас девяносто третьем году нет наоборот 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 расследование должно быть если идет отстранение вот давай приведу пример примера у вас вообще стул эти говорю его не отстраняли давайте я приведу пример потому что давайте приведу пример насчет первого не должны быть как должны только наоборот потому что потому что согласно статье конституции украины 103 порядок проведения выборов президента украины устанавливается законом а закон украины идет военного времени и согласно статье 11 военного времени который идет на территории украины выборы запрещены у нас не было военного времени вы не объявляли никому войну никогда у нас это процедура объявления войны а причем здесь военное время и процедура объявления войны разные юридические понятия причем здесь свои причем здесь военные давай смотри по порядку у вас есть шестьдесят первый активный закон свет первый федеральный закон российской федерации там есть статья 18 согласно это статья восемнадцатая военное время начинается сначала фактического воевых действий у нас есть также закон об обороне. Только у вас разделены, называется это федеральные законы, потому что у вас федерация, а у нас не федерация, у нас унитарное государство, поэтому у нас просто закон об обороне. И у нас четвертая статья говорит, что военное время начинается с начала фактических военных действий. Начало фактических военных действий после полного штабного вторжения начинается 24 февраля. То есть автоматически запускается период военного времени. И согласно Конституции президент объявляет военное положение, а согласно закону о военном положении, в статье 11 и статье 19 выборы невозможны. А согласно статье 103, которая объясняет порядок проведения выборов, порядок проведения выборов определяется законом, который на данный момент действует на территории Украины. Согласно статье 92 пункту 19 исключительно законами Украины эта статья Конституции определяется военное положение. Так я понимаю, что если у вас военное время, у вас получается у всех списали кредиты? Нет, этого не прописано в Конституции. Как это не прописано? Это не прописано в законах списания кредитов. Это ты себя выдумал. Такого нет, да, у вас? Такого нет. Интересно. Это раз. Во-вторых, на усмотрение банков кредиты были заморожены, то есть по ним можно платить, можно не платить. Плюс ко всему, для плательщиков единого налога можно не платить ЕСВ. А разумеется, если ты сейчас берешь новый кредит, то извини меня, ты же думал о чем-то, что ты сейчас его брал. Значит, тогда платить. Логично же. А это незаконно, как у вас в России ловят людей тоже незаконно. Ты здесь согласен? Согласен, да? Но разница в том, что у нас, разница у нас в том, что у нас тех, кого незаконно ловят на улице, подают в суд и выигрывают дела. Есть куча таких примеров, можешь посмотреть в интернете. Только, скорее всего, тебе надо VPN включить, потому что российская поисковая система не даст тебе такую возможность найти. А у вас людей, которые выходят, к примеру, вот, как его там, как звали военкора, который в Москве подошел? Напомню. Короче, по***. Короче, ваш миллион подписчиков и так далее. Короче, а, татарский. Вспомнил. У вас, когда татарский, ваш с***, люди пришли положить цветочки в огромное количество людей, с ними ничего не сделали. А когда Навальный, у***, и люди пошли то же самое цветочки положить, их, ваш бравый ОМОН стал грузить, как митинг. У вас прекрасная свобода слова. И в этом случае никто не смог это все отсудить, это действие. Наоборот, людей оштрафовали за незаконный митинг. А на татарского то же самое, никто ничего не регистрировал. Так людей никто и даже не трогал. Сказав, погладили по головочке, сказали, молодцы. Это тоже незаконно. Но при этом все, данное действие, которое... И при этом все... Согласен. Согласен. Согласен с тобой, надо согласовать. Согласен. Согласно Конституции, статье Конституции о порядке проведения митингов согласовывать не нужно. Каждый имеет право выйти на митинг. Неважно, одиночные пикеты, либо это массовое собрание, лишь бы они были не агрессивны. А согласно закону, федеральному закону о проведении митингов, его нужно согласовывать, что противоречит Конституции. А согласно статье 15 пункта 1 Конституции Российской Федерации, федеральные законы не должны противоречить Конституции. А ваш федеральный закон о проведении митингов в собрании противоречит Конституции о проведении митингов. И снова возвращаемся к тому, что за татарского никто не санкционировал выход, и людей никто не трогал, а за Навального тоже никто не санкционировал выход. Положить цветочек памятнику жертвам политических репрессий. Вот, то есть памятник жертвам политических репрессий стоит в Москве. Люди точно так же вышли Положить цветочек Просто массово начали выходить Их стали грузить А татарскому, которому После Немцова Положили цветочки на мосту За татарского Тоже людей так прилично было Их никто не трогал Почему-то за татарского не надо Санкционировать митинг А за Навального нужно было Тоже незаконно И в случае, когда за Навального людей стали грузить Никто в суд подать не мог А в случае, когда он Получается, что это государственный указ А в случае с ТЦК Это единичный случай действий Каких-нибудь внутренних структур За которых потом идут разбирательства Судебные разбирательства Открываются уголовные дела Людей штрафуют, людей увольняют Либо отправляют на передок За то, что ты тут сидел в тылу Теперь его отправляют на ноль Либо люди отсуживают Финансовые компенсации А у вас на государственном уровне Такое творится Поэтому сравнивать не надо О чем еще поговорим? О чем еще поговорим? Не знаю Я смотрю, ты грамотный С тобой бесполезно разговаривать Какой ужас Еще вопросы есть? Еще вопросы есть? Какие? Вопросы знаешь какие? Ты просто не счешь какую-то Да у меня последний тебе вопрос и я пойду Давай Когда день России и почему И за этот день? День России? И день чего? День России Простой вопрос Когда день России и почему этот день? Два мая Девятого мая день России Спасибо за контент